приветствую всех любителей различной акустики сегодня хотел бы поделиться своим опытом который я приобрел изготавливать данную акустику в общем данная акустика собрана на советских динамиках за основу было взято 25 с 109 вот такие вот как стоят переделанные здесь только 2 нч динамика значит суть-то этого видео к чему я хочу все рассказать значит здесь ранее у меня были установлены 25 gd 26b 4-омные динамики подключены они были последовательно и получалось а колонка 8-омная последовательное подключение мне не особо понравилось скажем так и я захотел купить 8-омные и подключить их параллельно и тогда у меня колонка стала 4-омная в данном случае стоят два динамика 8-омные подключены параллельно и колонка получается 4-омная и вот значит следующее первые два динамика купил на авито вот приехали динамики с виду были вроде бы на фотографии одно а в живую совершенно другое скажем так два динамика один из них был покрытый непонятно чем второй был покрыт и кремом для обуви диффузоры я имею ввиду вид диффузоров конечно пытались исправить как как бы они идут все там выцвешие да и их пытались сделать черными при этом нанеся этот крем который имеет масляную основу мне пришлось этот крем удалять растворителем и естественно после удаления бумага начала ворсистая стала ну вот я сидел смотрел думал и как это все исправить вот и пришел к тому и было желание уже давно покрасить их и сделать диффузоры белыми как мы сейчас видим смотрится прикольно да вот значит теперь следующий момент многие скажут ты покрасил диффузор ты налил на него краски краска стала тяжелая диффузор утяжелился так давайте разберемся теперь по виду краски есть два вида краски один краска это базистая это содержание пудры самой пигмента и связывающий компонент второй вид эмали обычной эмали в ней входит значит пигмент связывающий компонент и еще добавление лака для того чтобы это все затвердело в конечном итоге и стала краской представим следующую как это понимать да берем мы стакан молока добавляем туда стакан воды молоко это пигмент стакан воды это лак получается цвет не настолько укрываемый то есть он стал более прозрачным здесь тоже самое базистая эмаль при меньшем слое она имеет большую укрываемость но она не содержит лака поэтому это эта краска она не защищена ее нужно покрывать сверху вторым слоем покрывает лаком для того чтобы придать твердость этой краски поняли да про что я не вот за счет этого принципе краски немного большая хорошая укрываемость и при этом тонкий слой без особо и не добавилось какой-то добавился без понятное дело то вот дальше вторые динамики у меня были в колонках они стояли которые я купил на авито восьмиомные но при разборе всего этого этих колонок я тестером замерил как себя ведут динамики и оказалось все что один динамик 6 и 6 ом а другой 4 и 4 ом а вот хотя обе колонки заявлены восьмиомные но вот 6 и 6 больше похоже на 8 ом а вот 4 и 4 ну явно уже не похоже на 8 ом это обычный четырехомный динамик и с фильтрами там такая же беда короче ну и вот мне пришлось все это дело думать как это все исправить значит заказал я катушки вот разобрал полностью динамики отклеил старую катушку и приклеил новую катушку мы их видим в черном варианте то есть они все зачетно с ними так как у них диффузоры были абсолютно целые только пришлось маленько подкрасить придать более приятный вид не там выцвеши серы да вот как то так но вот белые динамики смотрятся конечно огонь но единственное что говорю были они диффузоры слишком кто-то их испортил до меня и мне пришлось вот избавляться вот видите вот такие места остались ближайшее время планирую значит докупить новые диффузоры но ведь все еще еще можно переделать отклеить катушки переклеить катушки на новые диффузоры и диффузоры покрасить белый цвет и вообще планирую все динамики сделать белыми так как смотрится огонь просто давайте послушаем песенку как они звучат буду перемещаться ближе дальше чтобы ловить интонации звучания скажем так закурю я сигарету не без кайф жизни нету я бреду по белу свету а куда не знаю сам помнишь летов как ты бери мы с тобой как в колыбели пролетели две недели и закончился роман тонко хоть облей меня зеленкой мое сердце как лимонка разрывается любя тонко а в груди стучит так звонко разве ты не слышишь тонко не могу я без тебя я прошел посылки отсидел в бутылке долгими ночами вспоминал тебе я за хайп поставлю свечи и быть может этот вечер вот вот так вот звучат сейчас я еще маленько дам короткие пояснения да значит здесь в че динамик я переделал так как стандартные были поврежденные покупал китайские черные продают тот кто на алиэкспресс залезет увидит мне они не понравились потому что у мембраны есть также вот какой он че динамика как это называется я не знаю выпуклость такая да это когда его туда вставляешь закручиваешь это все зажимается я подкладывал шайбы вот делал самодельные на лазере из картона ну и в итоге короче четыре мембраны и все звучат по-разному вот как-то попал на алиэкспресс и вот на вот в таком вот виде они коричневые вот такие продают там тоже они типа для замены вот и попал на отзыв там чувак их купил и как бы их начал проверять вот там замеры производить всякие до 20 кГц они говорят отыгрывают замечательно выше город не играет ну в принципе выше то и не надо скажем так да может он и просто и не намерил потому что многие программы выше 20 кГц не пишут как правило вот и замеры наверное не производят ну в общем короче я решил попробовать приехали вот установил причем вообще прям легко и просто скажем так с черными мне приходилось возиться так как они все по-разному играют и приходилось искать место так где он как бы лучше заиграет с этими вообще не вопрос обе катушки играют абсолютно одинаково и какая-то мельчайшая разница есть но это не критично как у тех была разница блин 50 процентов звучание скажем так одни громче играют другие вообще высокий не да не выдает друг третий там еще что-то ну короче беда с ними с черными и лучше их не покупать вот чего еще хотел добавить сейчас я вспомнил в дальнейшем будущем планирую также купить новые диффузоры да и переделать их оба динамика сделать белыми белыми не понравились более интересно смотрится и по виду вообще огонь просто и еще один момент почему я перемещал вот так вот да напротив микрофон располагал камеру и микрофон естественно напротив пищалки напротив среднего частотника и напротив низкого частотника да то есть когда я располагаю напротив в ч мы слышим отчетливо в ч но при этом у нас еще и н ч становится менее выражены ну естественно звук меняется когда я отпускаю например напротив еще мы слышим меньше высоких и меньше н ч но более выраженная серединка вот в этих моментах просто можно услышать как именно динамик звучит насколько ярко там насколько качественно когда пускаешь кончей естественно то же самое вообще записывать надо рядом с динамиком микрофона чтобы были расположены тогда меньше падает общий фоновый шум который происходит весь в комнате да и и динамики когда ближе к микрофону почему певцы когда поют микрофон у них находится прямо возле рта для того чтобы более четко передать голос вот если вы возьмете микрофон и попробуйте записать на расстоянии метра и когда вы его принесете ближе к рту тогда у вас будет более насыщенный звук и поэтому перемещаю так камеру до чтобы получить более насыщенный звук естественно когда ты отдаляешься у тебя здесь падает вся комната в этот звук в ходе да и динамик нужно больше производить громкости для того чтобы микрофон лучше записал то есть вот такой принцип записи да там как бы эти все нюансы очень сильно влияет на звук который мы слышим в конечном результате в записи так что это нужно понимать и видео чисто ознакомительные просто ну примерно как-то звучит да то есть послушать как примерно звучит в живую конечно это все может кардинально отличаться так что вот как то так на этом у меня все надеюсь понравилось вам такое видео какие-то советы для себя усвоили полезные на этом у меня все всем удачи делайте самодельную акустику будет вам счастье всем пока